Да, хороший вопрос, хороший ответ. Знаете, вы напомнили ситуацию. Я, конечно, не сравниваю себя с Гегелем. Был такой великий немецкий философ. Его французский журналист Конт попросил изложить свою философию коротко, ясно и по-французски. На что Гегель сказал, что, вы знаете, мою философию нельзя изложить коротко, тем более нельзя изложить ясно и уж совершенно невозможно перевести на французский язык. Вот у меня такие ассоциации. Но раз задача поставлена, я постараюсь на нее ответить, постараюсь ее решить. Какие главные проблемы России? Проблемы России начались в октябре 17-го, в феврале, в январе 18-го года. Эти проблемы связаны с тем, что Россия совершала колоссальный исторический маневр, очень сложный. То есть российское государство на протяжении многих столетий легитимировалось через Бога. Император был помазанник Божий. И это обеспечивало стабильность власти, стабильность общества. Между прочим, мало кто знает такую очень важную цифру, которую должен знать каждый первоклассник. За весь 19-й век в России по политическим мотивам был казнен 41 человек. Не 41 миллион, а 41 человек за 100 лет. Это было стабильное, устойчивое государство, где власть соответствовала интересам народа. Вот император был помазанник Божий, поданные были православными или представители других вер, то есть они все это принимали. Конец 19-го века появляются впервые атеисты, которые говорят, а кто мне такой император? Для вас он помазанник, для меня он никто. Появляются атеисты, нигилисты, террористы, бомбисты, это все в одном флаконе. И власть зашаталась, и Достоевский предупредил, самая цитируемая фраза, слова Карамазова, «Если Бога нет, все дозволено». Россия это услышала. Начало 17-го года, февраль 17-го года, это февральская революция, суть которой переход от религиозной легитимации государства к гражданской. То есть главный лозунг февраля – даешь выборы в учтительное собрание. Нам нужны прямые, всеобщие, равные, тайные выборы. И временное правительство не успело провести, и большевики сказали, да уходите, мы проведем. Гражданам, людям было совершенно все равно, кто будет проводить. И Ленин эти выборы провел, проиграл с треском, через три недели после захвата власти. И когда в январе 18-го года учтительное собрание собралось в Таврическом дворце, то большевики получили меньше четверти голосов, они уже к этому времени создали ЧК, выкатили пулеметы и стреляли в питерских рабочих, которые вышли защищать учительное собрание. С этого момента власть была разогнана, с этого момента Россия потеряла легитимность как государство, законность. С этого момента Россию сотрясают бесконечные потрясения, проблемы, кризисы, катастрофы и так далее. То есть главная проблема России – нелегитимность власти, отсутствие легитимности. Потому что в СССР вообще не было выборов, а сегодня, если выборы и есть, то, во-первых, это не выборы, а Чуровщина. А во-вторых, эти выборы, а во-вторых, нынешняя Россия официально является правоприемницей Советского Союза. Вот отсюда проблемы. Другая фундаментальная проблема – всякая страна, всякое государство имеет свою идентичность, свою специфику. Не исключительность, как некоторые говорят критики, а специфику, особенность. Вы приезжаете куда угодно, вот я сейчас был в Польше две недели назад, да, там, это ни с чем не спутаешь. Даже если вдруг поляки заговорили по-русски, ты понимаешь, что это не Россия, это Польша, да. Или в далекую страну, там, не знаю, в Испании, ты понимаешь, это, вот, каждая страна имеет свою специфику. И эта специфика не навязывается сверху, она вытекает из всей истории, из всего прошлого. Ну, на таком научном языке это называется идентичность или национальная идея. Ну, из которой вытекает вся стратегия, вся, так сказать, палитра поведения, политики и так далее, и так далее. У России нет своей национальной идеи, у России сегодня нет идентичности. Россия ведет себя, вот, три основных варианта. Россия, может быть, преемница исторической России, продолжает тот путь, который был тысячу лет назад, который был прерван в семнадцатом году, его можно продолжить. Второй вариант, Россия может быть просоветской, и Россия может быть прозападной. Сегодня мы одновременно и западные, и антизападные, и советские, и антисоветские, российские, и антироссийские. Ну, так жить невозможно, тогда государство мы теряем, государство мы теряем свою страну. То есть, вот, главная проблема, нелегитимность власти. Вторая проблема, отсутствие стратегии, идентичности, идеи. А из этого вытекает и экономический кризис, и политический кризис, и образовательный кризис, и духовный кризис. Вот, все остальные вытекают из этого. То есть, пока мы не решим эти проблемы, вот, не то, что мы с Ираном не разберемся, мы сами с собой не разобрались.